Сказочные лебеди во дворе седьмого дома по улице Стахановской. Их сделал местный художник на личные деньги Любови Быковой. Она руководит домовым комитетом. В конце июля прошло заседание. Решили, что из четырех домов на конкурс «Самый уютный дворик» нужно выдвинуть именно этот. Здесь шесть подъездов. Перед каждым клумба и у каждой своя хозяйка, которая за ней ухаживает. Кроме того, здесь видят уют не только в том, чтобы садить новые цветы, но и беречь ту растительность, что уже есть. Деревьям во дворе столько же лет, сколько дому. Больше тридцати. За домом тоже маленький сад. В соседних домах постепенно перенимают опыт. Эту клумбу, если можно так сказать, возделали в этом году. Мыем саженцы. У меня чего-то много. У меня очень большой опыт, знание по озеленению. Я работаю 40 лет, почти уже 45 лет в озеленении. Где что, когда высаживать. Я вот сейчас даже делюсь опытом тому, кто к этому тянется. Понимаете, это очень-очень важно. Хозяин этого частного дома в хуторе «Рассвет» также агитирует соседей высаживать перед домом больше зелени. Они купили дом недавно и уже включились в процесс. На противоположной стороне Алексей Коротких подстригает траву в основном из противопожарных соображений. Он живет здесь уже 10 лет, как ушел на пенсию. До этого проработал на севере 35 лет. Там был дачный участок, где, несмотря на короткое лето, семья выращивала огурцы, картошку и смородину. Здесь мы с удовольствием вкладываем желание свое и радуемся тому, что мы тут руками своими делаем. Я считаю, что должен порядок быть во дворе, за двором и в голове всегда. Поэтому я вот приезжаю к пунктам населенным, мне просто как-то обидно, что люди владеют землей самым дорогим, что у нас есть на земле, так относятся к ней не по-хозяйски, нерасчительно. И поэтому я всегда с женой рано встаем, начинаем с улицы, потом внутренним двором, заканчиваем. Беседки, два фонтана. Так выглядит внутренний двор. Хозяева считают его уютным, поэтому решили, что стоит попробовать поучаствовать в конкурсе. Он проводится уже около 10 лет. Деньги идут на дальнейшее благоустройство. Конкурсная комиссия вот-вот должна приступить к работе. Церемония награждения пройдет в День города на главной сцене.